здравствуйте тема сегодняшнего урока среда обитания экологические факторы ребята изучая школьный курс биологии вы уже имеете научное представление о множестве различных организмов и вы знаете что организмы не существует изолированно а взаимосвязаны со всем что их окружает наука которая занимается изучением взаимодействия организма с окружающей средой называется экология компоненты среды которые воздействуют на организм называются экологическими факторами экологические факторы подразделяют на три группы первая группа экологических факторов это факторы неживой природы физико-химического происхождения это свет температура давление ветер и так далее вторая группа факторов это факторы живой природы организмы напрямую или косвенно воздействуют друг на друга любой организм находится под влиянием хищников паразитов или конкурентов третья группа факторов это воздействие деятельности человека на живую природу воздействие деятельности человека выделяют в отдельный фактор потому что в последнее время на планете деятельность человека стала мощным влияющим фактором который преобразует живую природу множество экологических факторов действует на организмы одновременно рассмотрим некоторые из них начнем с факторов неживой природы безусловно одним из самых важнейших факторов для многих организмов является свет задумывались ли вы когда-нибудь почему растения не распускают листву во время зимней оттепели или почему летом не начинается листопад во время коротких заморозков почему утки улетают на юг даже если теплая осень затянулась дело в том что живые организмы реагируют не на погодные условия которые переменчивы а на длину светового дня длина светового дня является сигналом к началу зимы или весны длина светового дня влияет на сроки брачного периода у животных на сроки миграции животных на листопад на цветение и плодоношение известно что без воды нет жизни но на нашей планете существуют огромные ареалы обитания на которых практически отсутствует влага но даже на таких территориях существуют живые организмы которые приспособлены к обитанию в столь засушливом климате так например растения пустыни имеет длинные корни чтобы добывать влагу верблюжьей колечки корни достигают 15-16 метров а листья иголки кактусов уменьшают испарение а еще у кактусов в стеблях есть водоносная ткань которая запасает воду животные в ходе эволюции тоже выработали приспособление к нехватке воды так многие грызуны впадают в спячку и в таком состоянии пережидают засушливые времена верблюды могут обходиться без воды несколько дней при этом они теряют в весе до 100 килограмм потому что вода извлекается их организмом из жировых запасов у животных пустыни очень эффективно работают органы выделения органы выделения способны обратно всасывать воду в организм а выделяется продукт не жидкий а кашицеобразный такой продукт выделения называется мочевая кислота следующий экологический фактор неживой природы это температура большинство живых организмов не переносят слишком низкие и слишком высокие температуры потому что при низких температурах вода превращается в лед и не может выполнять свои функции в клетке а при высоких температурах вода вообще испаряется из организма но все-таки на земле есть много организмов которые приспособлены для перенесения достаточно низких температур до минус 50 градусов цельсия и достаточно высоких температур до плюс 40 плюс 50 градусов цельсия ребята я прошу вас пользуясь текстом учебника найдите пожалуйста примеры приспособлений организмов для перенесения низких и высоких температур а иллюстрации будут вам подсказкой ребята как вы думаете мороз легче переносится в безветренную погоду или когда дует сильный ветер конечно мороз легче переносится когда погода безветренная а жара сильнее ощущается когда высокая влажность или когда сухой воздух? Конечно, жара ощущается тогда, когда высокая влажность воздуха. Я думаю, вы догадались, к какому выводу подводят нас эти вопросы. Дело в том, что факторы, которые действуют совместно, влияют друг на друга. Одни факторы могут усиливать или смягчать действие других факторов. Ни один живой организм не может существовать без других живых организмов. Зависимости живых организмов друг от друга чрезвычайно разнообразны. Давайте рассмотрим несколько примеров и, глядя на изображение, опишем связь между живыми организмами. На изображении прослеживается взаимовыгодная связь. Насекомое опыляет растение, а растение обеспечивает питательным нектаром. На втором изображении мы видим взаимоотношения хищника и жертвы. Зайцы являются пищей для волков, а волки регулируют численность зайцев в лесу. При этом волки уничтожают ослабленных и больных животных. На третьем изображении мы видим сожительство двух организмов. В это сожительство вступили грибницы шляпочных грибов и корни высших растений. Грибы помогают корням высших растений всасывать влагу из почвы, а растения обеспечивают грибы продуктами фотосинтеза, то есть органическими веществами. Настало время рассмотреть третью группу экологических факторов. Это влияние деятельности человека на живые организмы. Ребята, вы помните, что деятельность человека привела к загрязнению окружающей среды, к эрозии почв, к уничтожению лесов, то есть к экологическим проблемам. В настоящее время общество осознало угрозу экологических проблем и в настоящее время происходит перестройка сознания каждого человека. Политика нашего государства направлена на обеспечение всеобщей экологической грамотности. На сегодняшнем уроке мы с вами познакомились с наукой экологии и узнали, что экологические факторы действуют на организмы и формируют окружающую среду. Для закрепления я буду приводить вам пример, а вы должны будете определить, в какой группе экологических факторов относится данный пример. Пример первый. Человек заболел ангиной. Второй пример. После ливневых дождей дождевые черви выползают на поверхность. Третий пример. Люди вырубают тропические леса для того, чтобы продавать древесину. Ребята, а теперь давайте посмотрим, правильно ли вы определили группы экологических факторов. Итак, первый пример. Человек заболел ангиной. Ангину вызывают бактерии, а бактерии — это живые организмы. Значит, первый пример — это пример, иллюстрирующий воздействие живых организмов на другие живые организмы. Второй пример. После ливневых дождей дождевые черви выползают на поверхность. Это пример воздействия фактора неживой природы. Вода заполняет все пространство в почве, и дождевым червям не хватает воздуха, поэтому они выходят на поверхность. Третий пример. Люди вырубают тропические леса для того, чтобы продавать древесину. Это пример воздействия на организмы деятельности человека. По причине вырубки тропических лесов уничтожается место обитания многих видов живых организмов. Теперь вам необходимо привести свои примеры каждой группе экологических факторов. А я желаю вам удачи! Продолжение следует...